Напомнить о Великой Победе в военно-патриотическом песне в преддверии 9 мая. Участники конкурса «Голос Победы» подготовили для горожан концертную программу. Изначально было подано более 100 заявок. Участие приняли городские общеобразовательные учреждения, школы дополнительного образования детей в области искусства, дома детского творчества, дошкольные образовательные учреждения, вузы и сузы города Чебоксары. Участница конкурса Екатерина Ворошилова посвятила песню «Русские матери» всем мамам, которые воспитали воинственных сыновей и дочерей, боровшихся за наше счастье, за нашу Родину. И эти матери, они скорбят, ведь некоторые живут до сих пор, и они скорбят по ним, помнят их, как помним их и мы. Антон занимается вокалом 11 лет. За этот творческий период он получил множество наград. Как и многие участники, свою песню он посвятил нашим героям, ветеранам Великой Отечественной войны. В этом ему помогал его преподаватель. Я занимаюсь Малеевой Ольгой Александровной уже достаточно давно. Она подготовила меня к этому конкурсу, мы разучивали песню. Я эту песню пою уже много лет, но в этот раз я очень усердно готовился, она помогала мне подготовиться. Я очень ей благодарен за то, что она вкладывает в меня всю свою душу. Организаторы уверены, исполняя и слушая композиции, посвященные Второй мировой войне, молодое поколение сможет осознать радость Великой Победы. Конкурс, конечно же, посвящен великому событию, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И наша цель данного конкурса – это действительно отдать дань и уважение тем, кто служил, благодаря которым мы здесь живем и радуемся жизни и мирному небу над головой. Финалисты конкурса примут участие в праздновании Дня Победы на Красной Почте города Чебоксарам. Татьяна Салкина, Екатерина Янгалакова. Жизнь столица.